В Алматы прошла официальная церемония открытия юбилейного года Альфараби. Торжественный старт празднования 1150-летия великого ученого состоялся во дворце студентов при участии государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева и Акима Алматы Бахаджана Сагентаева. К слову, глава мегаполиса выступил с инициативами, реализация которых в дальнейшем поможет адаптировать наследие второго учителя современности. Гости мероприятия, в частности, представители международных организаций, отечественные и зарубежные ученые поддержали идеи Акима Алматы. Подробности у Дины Женобековой. Перед началом торжественной части участники церемонии возложили цветы к памятнику Альфараби на главной университетской площади. После чего во дворце студентов государственный секретарь Республики Казахстан объявил о начале празднования 1150-летия великого ученого. В своей речи он подчеркнул, что главной причиной сегодняшнего мероприятия является почитание и выражение дань уважения духовному наследию великого мыслителя, внесшего неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации. В великих трудах Альфараби обозначены мысли, которые актуальны и на сегодняшний день. Его наследие – это сокровищница для всего мира. В этом году ученые со всех сторон света могут поделиться своими наработками и предложениями на международных конференциях, которые пройдут в Нурсултане на родине мыслителя в Туркестанской области и в Париже. В свою очередь Аким Алматы Бакджан Сагентаев отметил, что гордостью для казахстанцев является осознание того факта, что великий мыслитель – потомок казахской земли. Вклад второго учителя, а именно так называют Альфараби, в мир таких наук, как философия, логика, метафизика и естествознания, не имеет равных в своей значимости. Глава мегаполиса предложил ряд мер для адаптации этих знаний к современности. Во-первых, нам необходимо собрать и привести все переведенные труды великого философа на иностранные языки из разных точек мира на свою родину и открыть центр Альфараби. Во-вторых, Алматы – город молодежи. В связи с этим объявляем открытый конкурс среди студентов по изучению наследия Альфараби на стипендии Акима Алматы. В-третьих, в городе проводится Олимпиада Альфараби. Она должна проходить на международном уровне. В-четвертых, предлагаем разработать интерактивную карту по следам Альфараби, на основе которой разработать маршрут интерактивного тура. В-пятых, предлагаю открыть уголок в обсерватории города Алматы. Казахстанские ученые с воодушевлением встретили предложение главы мегаполиса. По их словам, эти меры помогут развитию всей отечественной науки. Мы с удовольствием поддержим эту инициативу. Тем более, что интеллектуальные ресурсы у Казахского национального университета недостаточно, думаю, для реализации данных инициатив. Поддержали идеи Бакджана Сагентаева и представители международных организаций. Зарубежные гости отметили значимость проводимой в казахстанских университетах работы. Создание центра, нового центра имени Альфараби здесь университета, наверное, будет продолжать эту работу тоже после празднования в этом году. А вот зарубежные профессора отметили символичность озвученных инициатив. К примеру, аспекты, направленные на расширение сотрудничества с другими странами в образовательной сфере, позволят реализовать совместные с турецкими университетами программы. Господин Бакджан Сагентаев выступил с очень интересными предложениями. Они включили в себя большой спектр культурных и, главное, образовательных направлений. Например, в наших университетах действует программа академической мобильности, похожая на Эрасмус. Она носит название Альфараби. Мы планируем в ближайшее время подписать несколько документов о совместном сотрудничестве с казахстанскими университетами. Почетными гостями мероприятия стали представители ЮНЕСКО, ООН и других международных организаций, общественные деятели, известные ученые и дипломаты. Все они сегодня собрались в этом зале. По словам иностранных делегатов, мероприятия, организованные совместно с Казахстаном, пройдут и в их странах. Дина Жаннабекова, Валерий Таубалдеев, телеканал Алматы.